по просьбам горячим просьбам телезрителей мы решили сделать еще одну горизонталку взять самый-самый распространенный сорт на всем постсоветском пространстве это саперави вот сейчас пятерки я нашел уже три грузинских саперави ни одного российского не знаю найду или нет но попробую берем вот увидел 399 маглари саперави а вот есть нашел саперави молдавия тоже очень интересно важно для сравнения а также саперави дуглад за очень такой известный винный дом стоимость невысока посетили магнит на самом деле с трудом нашли саперави только один хариба грузинские не макузане нет никаких либо других грузинских вин на основе саперави и давайте возьмем наверное самый дорогой но наш саперави номерной резерв на горе попробуем его дальше поехали другой магазин мы в перекрестке обнаружил целую залезь саперави разного и так потерялся что решил вообще здесь грузию не брать может другой раз потому что мы так много взяли грузии других местах а здесь мы возьмем россию хотя слава богу мы летят нашли возьмем вот такой вот вино авторской завода олимп запираю и возьмем интерман она по акция спирали ручной сбор вот такое посмотрим как он как ну красное-белое тут как раз есть что порыться где порыться чего взять ну я решил здесь пройтись по самым дешевым будешь меня извините вообще можно и пить или нет в этом вопрос вперед наш любимый тюльняшку дальше поехали обнаружил здесь чудесных ряда красную сухую за 349 такой вот красную сухую за 200 рублей и здесь мы кузане пока не будем трогать так ну давайте наверное попробуем водогоне 407 рублей тоже должен практически премиум всем здравствуйте добрый вечер большой был перерыв у меня на канале зато у нас и большая коллекция собралась до хорошая коллекция давно москве у вас не посещали или вы нас не посещали очень короче открывай первую бутылку я расскажу в чем суть от и тренде какого нравились народу горизонтал ну просто каждый второй комментарий практически классно как у вас информат я решил взяться за вильяма нашего шекспира через спирали почему так я говорю потому что собирали наверное самый известный сорт для российских людей и для тех кто мало разбирается в вине для тех кто разбирается хорошо вот и я решил начать как это с низов самых дешевых вариаций вот и попробовать доказать ну вообще покопаться в этом внизу короче то что внизу на нижних полках на нижних полках на нижних ценах вот и первое супер авиа которого я купил двойца пошли давай мы по 3 давай тогда так если еще скрываю я буду разливать над и рассказывать да слева направо ну как стоят так живо да значит сегодня у нас участвует 11 бутылок такой 11 11 11 11 и надо вам сказать ребята что ну это большой серьезный вызов вот я буду но мы же не пьем и дегустирую я буду болтать рассказывать про собирали вторая а теперь вторая как анекдоте между первые 2 да так вот продолжаем разговор друзья мои я прошелся по всеми нами любимым магазинам самым популярным самым доступным это магнит пятерка это перекресток и конечно же николай т.д.д. магазин на который мы не работаем как-то опять таки в одном из комментариев теперь понятно из какого корыта хлебаете присосался я хотел честно говоря устроить такой равный баттл здесь российская там собираюсь грузинская но российскую я нашел совсем немного и я могу сказать вообще ввиду подавляющего численного перевеса но в таких магазинах где продается еда там магнит что еще господи пятерочка перекресток там просто должен быть собирает большим количеством большом количестве его нашел честно говоря перекрестки но уже в том времени столько набрался что я особо грузинского там не брал я там за побольше российского вот поэтому я не стал уже дробить по россии грузия разбил вот его по таким ну скажем микро ценовым группам до 1 это группа это вообще начинается от 200 рублей и где-то доходит до все то что до 400 рублей вот с этой стороны а с этой стороны это уже премиум от 400 до 500 лакшери лоху ли вот на самом деле я видел собирали по 700 рублей и по 1000 рублей по 2000 рублей но я думаю это предмет разговора следующего наша нашего то есть нас будет тогда с вами какими нас лиги из 2 1 и высшая да это будет 2 это первое а потом премьер же дом что там по тысячу вот но грубо говоря мы же должны тоже понимать если вообще жизнь в собираю за 200 рублей а ей и есть ли разница между пятьюстами тысяч да ну вдруг нету 1000 рублей здесь собираю нет к сожалению но я честно даже вам пробовал разное и немножко калибра у из моей голове вот и что же тут еще важно друзья мои что как по просьбам горячим просьбам теле слушатели радиозрителей у нас сегодня чака пули папара пара когда я слышу соперами у меня сразу чака пули ну вот вот пчет соперами чака пули ну еще конечно вот это вот это как у чита говорит тихо маргарита и нет и вот этой ларису ивановну хочу я не знаю я как точно пожелание и чака пули и ларису ивановну и птичка девеличко да ну что поделать чака пули на самом деле тот круто это ты делал говядина бары баранину короче это мясо баранина ляговядина тушеная в огромном количестве зелени в огромном количестве зелени сливы от кемали добавлением белое вино как право лига розовая оставалась розовая она органолептически тоже да честно говоря я приехал вечером коли голодный а я приехал утром да у меня тоже не было рабочей недели короче я тоже жрать хочу ткана чем к значит чего только переживая что у нас первые вина просто из-за того что мы еще тобой едим они у нас покажутся слишком хорошими просто от того что мы просто будем как получать положительную эмоцию от вкусной пищи давай сначала тогда чуть-чуть пищи а потом уже будем вина сравнивать но уж я например тоже хочу жрать из извините крайнем случае наши видеографини все вырежет тоже чтобы мы тут не чапкали на как говорится на кадр слушай его есть ощущение я не хочу хвалился полового но кажется я превзошел себя нужно по запаху так видеографина это лучше чем мясо по-бургундски которое готовил прежде чем отвечать подумай где будешь ночевать я старый толстый так что не переживай да я старею тебя а я толще так ну давай приступим все-таки к к основному назначению нашей сегодняшней странице мы сделали но я вот сейчас у нас играет три игрока значит это все на самый первый недорогой он тут рублей 200 что ли не в общем-то честно говоря с самого первого носа это и чувствуется чудеса вы не бывает когда мы с тобой в принципе можем дегустировать по традиционной схеме и уже даже начиная с нее мы видим что цвет вот и свет мне больше нравится у третьего на самом деле ну смотри вот у первого тела больше в кредит коричневый с вообще не супер равный маркин с коричневый из какой-то возможно окислив отношения к супер а я не имеет подожди тогда расскажи мне какой должен быть супер а вот как раз он примерно должен быть такой вот как у этого это пурпур это пурпур это фиолет то есть как хочешь вот 2 2 близок к этому цвету да но все равно тоже с коричневизной а вот третий третий потемнее и поинтересно покровенистее да да давайте перебом пробуем временность не так много поэтому не будем тянуть кота за долгий ящик ведь и не кота посуда такой достаточно агрессивный 2 даже вода мне понадобилась ты знаешь как ну давай скажи свое мнение первое пазру может потому что дешевые или потому что первое уже цвет нами раскритикован да в носу ничего выдающегося и во рту тоже ну вот я бы не слушаю это высшая степень никак участи но это непонятное вино ну мне не впечатляющие второе первый аромат не особо тоже выдающийся во рту уже более удивительное мне панар сначала меня немножко оттолкнула показалось землистость какая-то во рту появилась но потом это тут же прошло и это землист как-то отыграла неплохо мне так понравилось третье самое интересное но описать пока еще не могу но давай я теперь скажу давайте смотри по первому не так плохо как могло бы быть за 200 рублей да вот эти вот да хорошее определение могло бы выйти хуже да но при том что я не нашел в нем никаких-то выдающих достоинств никакой каких-то изъянов это чисто вино чистое без посторонних примесей она легкая но возможно сделаны из винограда высокую урожайность то есть он такой достаточно водянистая вот но при этом это совершенно точно красное вино похоже лет нас опираю не знаю на мой взгляд не очень но не впечатляюще да но при этом вино за 200 рубля я могу сказать что я не могу это вино забаковать дать какую-то антирекомендацию ему потому что я считаю что 2 200 рублей это вообще ничего сейчас все равно растут кстати в гастрономических смысле использовать можно до прекрасно да кстати готовы опять же мясо по бургундский бургель он вполне вполне бы туда подруги и он верит вот ну для дачи для шашлыка вполне пошло на что пошло второе у нас вино эх не в ту горло смотри ну кстати и в носу некая землистая наблюдается да мне она не нравится то есть она землистость и она еще во рту то где правило у них у полу это может быть как раз проблемой производственные это первый мой второй момент если ты обратил внимание в нем такая немножко агрессивная такая кислотность в арду ланить билана агрессивная достаточно то есть это говорит о том что у него не очень сглаженный такой нервный немножко танин возможно этот танин незрелый или еще что-то с ним произошло неопределенно это не искристая кислотность это просто кислотность она мужчины у нас коля забыл ты она у нас только белом но здесь вот эти мы не найдем вот в третьем вине уже появляется вот этот характер сапирали чувствуешь но рассказываю что там должно большая сложность ну здесь какие-то ноты кизила шелковицы черные сливы но туда персик черный персика нет черного то есть принципе здесь появилась сложность здесь появилась вот это вот пикантность собираю да такая знаешь вот немножечко какая-то пряность такая грузинскость грузинской да при том что это шато тамань при том что это ну вином стоит великая ванда ивановна даже я который который собирает что-то понимал любимый суд и мы его даже обнаруживали типа в розовом ответе видео я хочу сказать еще что есть спирали высшей лиги да это премьер по моему премьер ручка у них есть серия где выдержанность опираю и это мы обязательно с тобой должны попробовать и мы там будем сравнивать уже более тяжелые версии сын когда премьер лигу будем делать да когда будем премьер лигу делать но из этих трех конечно я отдаю предпочтение вот этому и не потому что это ванда ивановна просто потому что это вот как ты видишь сложнее и интереснее и нас вот ягоды там тоже да и она развивается в нем вот эта пряность поскольку любимый глагол раздышу раздышу я уже боюсь говорить за тролли да и ради бога ты придумал слова и будете участвовать вот леонид и засомневался придумал ли я это слово а что я хочу сказать коля что с точки зрения запить чакапули то все хорошо за этих трех да мы же твой чакапули никаким дежу не забираю не испортишь ну что друзья мои первая тройка показала что за 200 рублей туре ежи для меня это приятное открытие возможно это какая-то вот фишка красного белого что они все-таки там как что-то отбирают но это не жизнь микробов да да не жизнь микробов да это по мне питьевое вино это точно вино это не крашеная вода это не со спиртом это не винный напиток это вино на месте сложности есть танины есть какой-то баланс определенный может его немножко не хватает может чего-то не хватает может там водянистое простое да но опять-таки за 200 рублей это практически топчика 040 на 41 один она точно так я продолжаю да да давай а ты рассказываю про сорт расскажи чуть про про суд про сорт тушь носа тарая известен грузии так давно что они даже не помню в каком к моменту он у них начался кто был раньше сапирави или грузин да да в общем ну я думаю что как минимум от рождества христова возможно что христос даже и собирали причащал но это ведутся споры грузина настаивать что это так и было вот ну в общем кроме шуток это древнейший сорт понятно все знают название это красильщик сапирави сапирави это по-грузински как бы как что-то покрасить там типа дай дай краску что-то такого пирави это красить а вот слева направо так тучу вот значит сапирави а у нас один из немногих сортов винограда которые при темной кожице имеет красный сок в общем не секрет для многих кто занимается вином кто любит вино что большинство черных сортов имеет белый сок на этом основном производство розового вина вот и не секрет что можно сделать например шампанское делается спину на арте но менее там два сорта с темной кожицей шампанское белое до представляешь вот эта история она говорит о соперами дав его мощных таких красивых свойствах и даже там даже бывало что в грузии когда отжимали вот оставалась мизга так называемая ее добавляли чтобы подкрашивать вины который не очень обладают хорошими красящими свойствами с точки зрения пасовых свойств это не хорошо неплохо это просто так и не разливая по дороге это очень как бы стать и влияет когда закапает себе на штаны штаны на белые в общем это сразу если вы капнули собираю я честно говоря не не удавалось не надо пить сапирави и есть борщ при этом надевать белую одежду не надо вот и что еще рассказать регион конечно грузия родина и грузия он сна изначально говорят что появился в прибрежной зоне но постепенно он дошел до кахети и на сегодня известнее всего это сапирави из кахети надо сказать я когда первый раз оказался в грузии это было по-моему в седьмом что ли году здесь в седьмом я у них там как начинающий такой винный специалист спросил а как же у вас тут другие сорта там мерло когда на сегодня искали что ты кто-то чем нам какие-то сорта если у нас есть сапирави ну это кроме конечно это немножко сутка потому что есть кабельный свиньем какие-то изменит и теле они которых было блэн кабельное соединенное и сапирави но все-таки сапирави это основной сорт и все вина которые мы знаем муку за не сапирави кинзмараули это все уже вот собирают название сорта а кинзмараули и муку занят название региона маленьких местностей но это тоже из сорта сапирави это тоже сорта сапирави но сапирави получается везде разные есть балниси есть картли но балниси это как раз картли до карт это центр грузии есть хашми есть в общем несколько регионов где сапирави все время разные и они там уже внутри грузии районируют его достаточно серьезно вот и плюс ко всему что сапирави достаточно сложный сорт не так уж и просто винификация его надо подлавливать чтобы он был еще не перезревший но уже зазревшие да там недозрелым тоже его плохо собирают но с другой стороны любовь сапирави так высока и у тех виноделок кто с ним работает что они идут на эти сложности чтобы получить вот эти великие результаты и когда мы будем с тобой говорить о дорогих ситуациях ситуациях от дорогих винах сапирави я обязательно скажу о том что сапирави уникальный сорт с точки зрения выдержки у него у него ребята потенциал около 50 лет для выдержки да и некоторые наделы особенно в тех регионах где собирается получается с высокой кислотностью правильно делаю что не выпускают на рынок раньше четырех лет хранения в бутылке спирает потому что в бутылке еще дозревле все равно что это называется винная педофилия когда вино которым надо зреть его выпивают раньше давай пробовать следующую тройку ну я уже по цвету то уже лидера определил ну да ну как бы на самом деле ну возможно такая некая дали батла между россией и другими странами но честно говоря даже уже в бокале видно вот на горийский парень он прям сам и вот пурпур пурпур да вот это как раз тот пурпур которого мы ждем от запираю всегда и в носу я тоже все на зон пряны такой сладковатый чуть-чуть появляется ягодки тоже ягодки плюс вот за что я люблю собираю это его роза пион вот эти вот оттенки здесь его не так много но они есть это кстати напоминает монастырь который мы с тобой надо запомнить пробовали и монастырь нам тогда лучше всего зашел да ну кстати народ там пишет суши там есть не любители монастыря давшим слишком сладковатый но побежали купили то что успели опять-таки есть жалобы что после наших роликов пропадает виду вода дает вино или становится дороже ложечки нашли осадочка залезли это от нас но возможно что но то корыто из которого мы якобы хлебаем с нами не делится не делится суши но здесь ароматика послабее вот в этом парне и цвет чуть послабее цвет неплох но цвет послабил на это не яркий фиолет запираю да то есть я чтобы не за час попробую подснять если мой телефон передаст эту разницу я просто честно говоря вот чтобы не быть голословными что у меня зрители не обвинили вот я надеюсь что телефона получится увидеть вот эту вот вопиющую разницу в цвете даже не фокусируется за раз пошел глазом она видно просто глазом видно очень причем если в прошлой серии из трех у нас цвет улучшался то в этом у нас наоборот первый самый лучший второй похуже третий да но это тройка то есть первый данный тоже у нас был слабый так 2 пробуем но я уже ну вот пришла пора к сожалению говорите недостатка николай ну давай ну по порядку начинающий падал он обрала литбой дар день как у него юный падал юный падал но мне кажется 3 это самый недостаток у нас третий образец и в носу и во рту мне вот animal или как там не очень приятный появился я бы не сказал навоз но какой-то это не анима коль это просто сырой погреб и кстати вот какой-то обычный сырой подвал в окон нас беларуси назывался выровня откуда это слово не задам для картошка хранится она там уже немножко проросла такая спустила дай но может быть кстати это вот самое главное у него недостаток кроме цвета второй ничего плохого не могу сказать второй ничего плохого ты его чикапули ел сейчас попробую кстати а то голод опять подступает подступая на чикапули сильно скрашивает все виды твои вот эти чтобы дегустирует конечно есть нельзя некоторые блогеры категорически это запрещают но но можно не блогер кстати с чикапули но вот три туре 1 будет фанагории да нет по первому образцу вопросов нет вообще вот вообще нет аромат скорее даже удовольствие вишневые черешневые розы я не знаю ну надо дегустировать слепую чтобы люди нам вели что это не зависит от этикетки но поверьте просто мы вот реально хвалим это вино меня было как сказать дело в том что у фанагории произошло некое смещение линеек да то есть у них вот раньше номерной резерв там играл более тяжелой лиги я грешным делом думал уже что вдруг номерной резерв не будет слишком хорош на то что я пробую я вот так вот выдохнула шеф я люблю очень на горе не придется врать да не придется меня лучше никогда не вру на вот новая ведь не используется отношение с компанией потому что объективно это вино на порядок выше вот этих двух да и она примерно играет в одном плюс эти одна зона это соседние грядки саду там они и фанагории ты чего-то есть и капуле попробую это сухой ну я превзошел себя вот во втором вот в этом маглари и в дуглазе к сожалению есть посторонние тона и вот маглари и здесь нет тоже землистость и мы сейчас на нами она меньше чем да она меньше носим меньше ты сделай глоток глоток и в ретарно залки по почувствую вот эту вот историю с этим тоже погребом сырым не так явно если есть просто в вяжущей не круглый тогда значит вину танин недостаточно зрелый это вот как раз та история которая только что сказал когда собираю не дали дозреть более того когда большие масштабы большие виноградники иногда бывает так что вопрос зрелости винограда это вопрос нескольких дней один два три дня если ресурсы по уборке не самые большие то какой-то может уже до 1 1 будет не дозрелый а последний будет и зрелый а вот и да это серьезная проблема потому что тебе нужно вывести в поле кучу техники буквально на один день были людей представляешь что это будет по деньгам или там на ней бригаду три дня работы вот поэтому да поэтому кстати есть и комбайны в аренду узнают и так далее там есть такой сервис у виноделов друзья мои вот я даже в сравнении с первым 200 рублевым вином вот этим вином мы в конце этого дадим но паровок переступаем даже хочу обратить внимание что эта группа до 400 рублей вот это ну в общем как бы думали ну а юр я был все-таки подчеркнул что все равно даже и пятый и шестой образец это вина и пить их можно но уж не говоря о том честно говоря я не думал что тут будет прям такая битва но по чистоте первое вино обходит тут эти два нет права на прозу верю про зену пробок это было на конкурсе это просто сразу бы но у меня долго то есть вот моей в моей категории но у меня дал это 40 то есть 40 это 80 баллов практически дисквалификации нет это на вино которое можно пить но просто поощрительный диплом никакой медали мы не дадут просто потому что есть посторонний тон кстати у меня появились очки ты без лупы без лупы я могу теперь читать так что тут пишут какие-то двадцать первый год суперами еще я добавлю чем как обычно производители не сильно утруждают себя легендами да вот ну вот кстати фанагорея надо отдать и доза немного хотя бы хоть что-то как люди дают какую-то билетристику да то есть сухой красный на приготовленное из выручено вписано фанагорейских виноградниках тамальского полуострова награда сорта собирали единственного ягоды которую дают ярко-красный сок поэтому она вот откуда ты знаешь кодрике прочитал там иногда с фиолетовым оттенком виша они даже постеснялись назвать вино фиолетовым хотя она у них самые фиолетовые из фиолетовых да вот ребята у вас фиолетовое вино не стеснялись а вот посмотри я открыл пробка тоже фиолетового внушает надежду в аромате выражен сорт винограда но это значит масло масляное понятно вкус экстрактивной сочность приятной терпкостью и длительным послевкусие составе на градусов заправить и длитель так далее забота о природе при производстве используем до 50 процентов солнечной энергии оках не давай-ка что пишут их соседей соседей и ни одной винтовой пробки а ну шо за безобразие шанс опираю возраст до 16 лозы 16 лет пишет куба это уже взрослый уточнят хотя бы что-то нам сообщили ребят но в информации к размышлению да ну для грузинов не надо просто того что вы грузины ввести себя так пишите что-то на контакте людям почитать хочется я бы погрузил взросли очки выбирал напишите для него подъем на гранату аромат соответствующий сорт вкус чистый полный свежих гармоничных гастрономических сочетания великолепно подходит из дичи домашней птицы и твердым сортам сыра практика помните не пишет ну ничего куля придет время ребята и чекапуле будете писать так разливай по 1 а слабо написать на контрике чекапуле от коляна лучше всего сочетаются с этим вину так это первое да какая-то последняя да это последняя синхронно то мы уча права синхронно сливали очень красиво кстати выглядел но синхронно улетала там да да ну я не знаю одобрит ли мои подписчики то что я дегустирую собираю по 400 рублей но другой стороны а кто если не мы возьмем по себе эту тяжелую миссию войну как говорится ну мы же с тобой договорились сделать премьер-лигу до договорились так поехали значит вот сразу я даже не совсем тут белый скатерть на фуаха на фоне до вот у меня есть тут ближе белые листочки наши протоколы дегустации конечно еще не отправил пусть они садят и тянешь поле так смотри у нас смотрим цвет вот это первое цвет хороший у без пурпура твой цвет хороший вот это второе мне цвет нравится больше немножко он погуще и по пурпурне и 3 3 вообще совсем фиолетовый хороший спирам так нюх лучше не делает ухом суши что произошло я тоже не понял я типа не сказал что лучше этого не делать книжный склад какой-то да как бы это странно я на самом деле пробовать собирали может бутылка до выставки может что-то с бутылкой дюйма но это вообще на это я это даже в рот не возьму извините ну да рискнем ну я что и что мне сказать колено не буду же эти уговариваю просто мы патрулим этот аромат просто смотри подсолнечное прогоркло масло есть есть однозначно книжный склад какой-то знаешь такла мастер отсыревший фломастер высохший чешский чешский серенький такой сеть которые шестигранные были баночка из-под гуаши засохшие пролежавшие с детства не она по-другому или у нас гуаши с тобой рано надо главную то есть и не мы со смыну юрич давай юрич это ты а я бедовать люди ты знаешь и вкус в ретро-назалке слушай но тут же на самом деле у него пошла вот какая-то ароматика которая иногда бывает у мускатов я не понимаю откуда она взялась я проконсультирую с химиками кто больше глубже 5 уже сына не понимает почему нет ни что за соединение как так много произойти но я предполагаю что это просто технический брак из это с может быть даже бутылки да может быть даже бутылки но блин мы же как бы ну извините ребята какой брак может и людям попасться до сожалению хотя я пробовал другую версию надо было вполне прилично спирает извините возможно колючевая убила качество так как вторая бутылка но ягодки не такое прямо сильно ароматики нет ну во рту хотя бы смыть но езда по крайней мере первое лучше вот здесь аромат побогаче нас однозначно и поинтереснее здесь немножко горчинка чуть больше выражена перчинка даже но из этих трех это точно лидер однозначно вот под огонь и это значит она завершена в носе она гармонично она не без выпирающих лишних ароматов она развивается во рту да еще послевкусие есть такой вот косточки и надо сказать что как тебе объяснить ну короче вину из вкусная настоящая друзья грузинская да вот у него есть характер уже начинается чит говорит появляется какая-то вот смысл какой-то понимаешь лариц его вообще непонятное что-то честно я вообще не ожидаю это что-то не вот перед перемудрили там ребята значит второе хоть тебе и понравилось на самом деле ароматика здесь слабо недостаточно интенсивная она поэтому я не могу сказать хорошая она или плохая а во рту она по 2 вяжет то есть танин недозрелый танин не округлый то есть он вяжет он вытягивает у тебя вот слюну изо рта то есть начинает да да все тягиваться это все правильно сказал это зря сказал что я его похвалил что она мне понравилось но ты сказал хотя бы смыть хотя бы смыть предыдущие да вот но из этих троих лидер конечно подогонят однозначно сказать что это великая соперами я не могу но это точно округло и легкое приятное вино с хорошим таким тут соперами который ты ожидал тот соперами который мы любим и как бы предвосхищение великого соперами потому который будет за это как бы который будет следующих сериях да то считая ожидания соперами которые слаще обладают власть и обладали это мечта мысль о великом соперами может быть амуку за ней побольше этого слова или соперами хашми не выражайся что ли ну там есть на самом деле несколько областей который каждый из которых будет сражаться с другой но это все зависит от почвы где там кислот не получается значит она больше выдержки приспособлен но это же нюансы мы сейчас пока нюансах не говорим но надо сказать что мы здесь анализируем это манских опера и вот это тоже под анапы под анапы сделано на заводе олимп насколько я знаю точно да уточнить да пока есть очки даже два зрительных при волшебные очки завидуете жучки и паучки коллекция обсказки слизи на творение ну парень на тварь или как тварья я не просим писать но раз написал надо озвучить авторское творение вячеслава зотина главного виноделла винодельского хозяйства олимп объединив традиции современной технологии ему удалось создать исключительные вина сочетающие в себе мастерство и талант опытного технолога винодела выразительно яркий эти вина подобно художественным полотном отражая взгляд мастера на истинную красоту террора и климата кубани уникальное место где рождается шедеврами дельского искусства россии красиво написано как бы я предвосхищаю что возможно этот ролик посмотрит вячеслав или кто-то из компания которая владеет этим заводом вот но я бы сохранил эту бутылку коль давай стороне по этой бутылке конкретно просто вот дальше фидбэк да ну нужно чтобы эта бутылка была если просто она какое-то время превратится в уксус не собирая в открытом виде кстати достаточно долго хранить потому что с пробочкой вакуумной пробочкой закроем если будут вопросы она у меня на камине да кстати не исключена история что например завтра вот эта штука уйдет и она вдруг задышит другими другими красками но то что с этим вином что-то не так как бы я вот призываю свидетели вселенными меня да и колю так и это будет первый это у нас два осталось а это второе а третий бокал оставим пока пустым 1 наливай мне точно мы с тобой быстро кстати 11 бутылка говори да мы уже что-то как-то приговорились испугались приговорились на самом деле для конкурса 11 это нормальный сет которых бывает по пять по шесть за день и принципе ну кстати оба по цвету на самом так не понял ты мне а я же вторую себе раньше никто из нас более бухой кто из нас более бухой спрашиваю тебя николай не я я очень рад николай что в нашей таскать маленькой компании вот этих братьев горизонтальных сопер ави есть сопер ави из любимого мною крыма вот я очень за ним это уже начинаешь хвалить а ну цивилище пока не значит так на цвет лету а вот и дверь и великолепный аутентичка согласен надо все-таки это зрителям показать что на белом фоне шума и снимай я пока не не троллили снимай я покатаю докатаю для своих враги катает у это а то накатали тебе до катал ее не стать по это те фото снял все-таки маленькой пьянеет не попали бы твои это усиля сейчас в кадр розовый вот красиво как катается такой красивый цвет приятный бокал и красивые купленные на доната бокалом твои там глаз уже положили же неоднократно рассказывал до доната идут в дело кстати тут в углу уже часто наверно появится мы с тобой чудовицы рала и за дарсона боишься у нас это мы таймингу просто не впишемся следующем ролике обязательно благодарственную буду обязательно так ягодки значит ягод на чуть-чуть кожный ты имеешь виду дубленой кожи до дубленая такая лайка есть ну и чистенький но тоже с характером очень сочный фрукт я даже сказал очень питки он питки но у него все-таки был несколько этой брутальность однозначно за счет кислотности такой хороший приятный кислотность это кстати одно из достоинств собираются собираю почти всегда очень кислотные что кстати я обуславливаю это его длительное хранение тут аромат попроще да вот сейчас ты выпей скажу и во рту ну как-то водянистенько да но он его знаешь портит некоторая какая тут как как вульгарность такая да вот он если вот этот сопер авиатан керманом более такой право благородные да у него есть такой хороший хребет при сохраненной фруктовости понимаешь о чем я говорю попробую еще раз вне еды только обязательно ты мишу инкерман до керман вот и вот этот вот и послевкусы и вот эта горчинка она все в балансе балансе да ну и какая еще ягодность под этой вот оболочкой причем и в носу и во рту сейчас я почитаю был ли там дуб по-моему не был я бы не сказал мне кажется спешил разве это все таки с дубом история но там могли быть большие ну этот этот парень я сравниваю про портит чуть-чуть каких-то зеленых тонов вот этих вот недозрелых нас нет это она называется вареная свекла когда пробуют собираю северный здесь я нет но на вкусе кстати он стал по фруктове немножко но все равно водянистый неяркий и а в носу вообще не яркий совсем дай мне кстати почитать до почитаем кермаму что я во первых хочу писать про керман была ли там бочка мне кашу что-то там дубовый барик сорт и собирает произрастающего в альманской долине на западном побережье крыма вино насыщенно рубинового цвета аромат богатые с яркими сортовыми характеристиками вкус полный насыщенность приятный терпу сидеть терпу съесть после вкуса я подтверждаю есть вкус полноши идеально считается с острыми мясными блюдами и приправленными зеленью а это же чикапури острый ну она не очень утром она прям от нет она там остренька есть хорошая мясом на гриль и твердыми сырами ну все такой твердый а вот спирт 12 половиной собирали ну про войны как selection это вот линейка двадцать первый год кстати который все ругали совершенно нормально получился в крыму как мы видим а вот здесь прямо почему-то интересно вот эта вот компания хариба которая стоит за это грунт да она написала прямо на этикетке вот друзья мои вот могут поэтому видеть на картинке собирали с фруктовыми тонами зачем это было писать мне не понимаю а также написано сухое красное вино все с большой буквы но грузины можно понять и забывают русский язык ну то есть ну не восток вина деле хариба сабур тарский район давида агмаше на бели ванерик хариба да то кстати значит что в грузинском языке три звука х как-то там когда груди надо попросить сказать фраг фразу лягушка клакает в пруду и там как-то такой вот они то есть как бы как лягушка это примерно так и выглядит ну грузины лаконичная они пишут изготовлен из награда тот сопирающий ну во рту водянистый на мой вкус в носу очень я бы не стал категорично это вино отрицание это вино да она с хорошим таким розовым тоном у него ноль кима и но инкерман его бьет у него кстати такой появился фруктовый вкус но что-то ему не хватает он там но как будто чуть разрушается во рту то есть у него ну разбирается яркости и ценности у нас как бы мы еще говорим такие слова атака у нас как красиво слова атака финиш вот атака у него и катарсис то есть такое ощущение что пошли в атаку поток бы не получилось потому что вы упали не смогла достану упали и побежали мимо вот но при этом понятно что она точно лучше чем эти два парня вот что у нас там какие лидеры были еще значит у нас там были напомним не ада под огонь и это не под огонь и у нас будет победителем я думаю нинкерман да ну там у нас там ай да я вот что хочу сказать нам в итоге уже подводим но я что хочу сказать для меня в этом я когда покупатель на графине говорит куда ты столько берешь а мне хочется взять больше потому что ну как как мы добьет необъектно психологии изучали ну что мы для получения валидного результата выборка надо быть максимально больше правильно поэтому сегодня я желательно вообще весь ассортимент пытался до весь но уже я сдержался пытался доказать гипотезу о том что качество не всегда зависит от цены вот это тогда и что в принципе можно за небольшую цену дать более-менее нормальные приемлемый продукт значит и мы так и так у нас и получилось во первых у нас ну как бы однозначно таманские производители на мой взгляд они подтвердили то что я уже так про них знал что соперами на там они получается хорошо работать и фоногоре и кубанина умеют я поставлю их на один уровень и не потому что я там тысячу раз там бывал люблю там всех виноделов с ними обнимают целуюсь а просто потому что это объективно реально так значит я приятно удивлен вот этой вот этой истории за 200 рублей я считаю что без по странам как тискает несмотря на цвета можно пить но елки-палки ребята это значит что что надо ниже нижнюю наши дети могут покупать не джинтоники там это мы там дети условно по 20 кто имеет право да кто имеет право они могут взять вино за 200 рублей это очень важно понимаешь вино но до взять и там пускай они там будут есть там не знаю даже доширак там приведи господи или там еще что-то но они или сосиски юра с плавленым сырком да с плавленым сыром чем угодно но они могут купить вино за 200 рублей это будет вино это конечно не похоже на сопер ави это очень жиденькая очень так легонько но это вино и в нем нет посторонних каких-то неприятных тонов вот эти ребята неприятно меня удивили землистостью вот я вот это уже не помню 2 по моему она так средненько дару смену до дальше вот это что-то произошло ребят с бутылкой я но мы ее сохраним я вот честно говорю перед виноделом для удивительных глазами наделась у меня смотрят возможно это что-то произошло с вином какой-то миграция какая-то при превращении одних веществ другие как часто бывает вино живой продукт то что я пробовал на выставке на лайн ритейле это было прекрасно но это ни в какие ворот возможно можно попытаться поменять бутылку мне этого делать не буду разбирайтесь сами значит дальше это у нас был парень середнячок середнячок это кстати молдавия даком перепробую супер учет тут как-то хочу понять что-то у нас молдавский собирает у нас сайте был же гость из молдавии мы забыли об этом сказать и даже так ну он да он посторонние что-то у них это даже друг мы не совсем молдавия это гагаузия вина камрада это предприятие вина камрада гагаузия автономная из выборов какие-то там тона вот который во-первых алкоголь чувствуется он здесь 13 процентов он чувствуется он такой выпирающие и чуть-чуть есть такая посторонняя история ну короче это не сравнить точно не с бадагоне не с нашими ребятами стомания вот и наши лидеры да то есть это давай вот и как хочешь нет ты как хочешь а я себе вот на финальный чок я себе бадагоне давание бадагоне может быть мы хотим четко сейчас подвигаем да давай на финал сделал давай наливайся бадагоне давай подогоне налил и я его от своего лица я оставлю этот герман я от своего лица длину его до подогоне давай вперед на бадагоне инкерман инкерман точно может быть чуть подали вот эти вот ребята из этой ценовой группы потому что это у нас как будто разные кидает там вторая это первая да то есть потому что это уже суши ну тогда и нашего первый образец чуть-чуть вперед дверь но это все группа базовая ну чуть-чуть вперед да но это не крутое вино это не крутое но но скажут юдич нахваливать вина за 200 рублей ну я его нахваливать за то что она за 200 рублей а за то что да крутое вот и дальше так крутое вот у нас да да значит приятно удивляет инкермана бадагоне давай будем на догоне бадагоне под ногой слушай здесь вот тоже животинка как ты сказал мне кажется появилась бадагоне немножко но она приятная или это кожа не знаю но она чуть-чуть ушло вот эту землискость керман не ушел там постоял или еще что-то бадагоне выдерживает баланс не сохраняя этого единственное что я бы дал анкермана чуть больше во первых он не разрушился в бокале совершенно он держится не он кстати можно чуть побольше подлить инкермана я уж просто выпил вот так тебе понравился ну ты эксперт имеешь право чтобы было стопа по небу покатать тух накатаемся мы с тобой а я за бадагоне знаешь и не в чем чем вопрос инкерман кислотнее согласись то есть у него больше кислотности за счет этого он немного но это о чем говорит о том что инкерман можно брать и закладывать на выдержку это точно совершенно практически он будет лежать дальше непрактически блин да тут не в этом практике там только если его откроешь ну куля блин не опошляйте густоваться своей это самое недостаточной опытности я тебе хочу сказать что с точки зрения потенциала инкерман круче вот бадагоне это вино вот сегодняшнего дня инкерман он чуть больше мере имеет потенциал вот так бадагоне что мне нравится мне более питки до питки и он прям проскальзывает он инкерман такой он поплотнее потяжелее у него есть хребет такой серьезный который может поскорежетать немножко да ну надо сказать что так между нами мальчиками он еще и по акции чем-то нам слов 450 но это было желтый ценник а так у него цена регулярка там что-то около 600 ну это уже да но тем не менее как вино он состоялся абсолютно у него есть и признаки сопер ави и свой индивидуальный стиль который вот я для крыма по крайней мере там могу выделить как так давайте я это все вы люкс чем будешь чем высочайшему сожалению погоди я хочу перепробовать еще что-то там они их на горе и я уже определился а я уже дома да 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 такая анекдот когда учитель кто быстрее всех забьет косяк тот пойдет домой до . ты что не забиваешь то я уже дома а я уже дома так давай мать попробуем на видео графини погрузилась в телефон и даже на анекдоты не реагирует так на горе ну тут как говорится как из двух любимых как говорится людей или женщин выбирать лучшую нет поставлю поровну если мне кажется все таки фанагорея чуть-чуть больше посторонних таких тонов не очень приятных таких землистых а я чем дальше наслаждаюсь тем совершенно точно коля что это по классу разные и на то есть это по классу чуть ниже чем те вот но друг с другом некая корреляцию есть есть если есть вот это отличие в 100 рублей она заметно но это обувь вина из этой группы точно самые лучшие и они выдерживают конкуренцию со всеми остальными не говоря уж про данный продукт просто честно говоря с легким брачком ну давай выпьем я все-таки то я бадагония то и до следующих встреч с лакшери я все какое удовольствие будет когда мы в следующую ценовую категорию то есть еще пожрать ну да пожри тоже запущу холодную баранье есть нельзя поэтому опять погреть а а а Субтитры сделал DimaTorzok